Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Дальнейшая работа будет по-прежнему вносить только созидательный характер и позволит скоординировать усилия по укреплению общества и его духовному обогащению. Ведь будущее Церкви во многом зависит от осознания ей необходимости увеличения духовной составляющей социальных процессов, происходящих в нашей Беларуси. Наш народ всегда ориентировался на высокие гуманистические достижения, следовал лучшим примерам нравственности. Издавна именно Церковь служила вестником надежды и веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда. Из истории нам хорошо известно, что основы православной веры, справедливость и человеколюбие воодушевляли людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоинством переживать самые тяжелые времена. В основу своей политики я положил именно эти ценности – справедливость и любовь и преданность к человеку, к людям. И здесь у меня нет никакого двойного дна в этой политике. Это действительно искренне. Необходимо отметить, что священнослужители принимают активное участие в патриотической работе, прославляя героизм белорусского народа в годы трагических событий, выпавших на его долю, ведь он выстоял благодаря высокой духовности, благородству и мужеству. Я особо подчеркну конструктивную позицию духовенства в отношении современных политических событий, происходящих в нашей стране. Это в очередной раз доказывает вашу заинтересованность в динамично развивающемся белорусском государстве. Мое тоже убеждение – церковь своими методами, своими формами, деликатными, ненавязчиво, принимает участие во всех мероприятиях государства, где больше, где меньше, но на достойном, достаточном уровне. Еще раз подчеркну, будь то политические события, будь то увековечение памяти свидетельством тому является и это святое место. Вы везде своими методами, аккуратно повторяем, ненавязчиво делали это святое дело. В то же время мы рассчитывали на более глубокую вовлеченность церкви в социальный процесс. Очень важно, чтобы православная церковь продолжила содействовать укреплению межконфессионального согласия в Беларуси, демонстрируя образец цивилизованных отношений. Мы еще об этом поговорим, но я хочу публично сказать. У нас самая мощная, самая крупная конфессия в Беларуси, понятно, какая. Это наша православная церковь. По-разному оцениваются, но я всегда привожу пример. Больше 85% железных людей в Беларуси православных. Мы самые крупные. Есть у нас и другие конфессии. Принято считать их 25, может, чуть больше верующих разных. Вторая – это католики. И в том числе, благодаря вот этому человеку, сидящему здесь, это тоже в обществе уже устоялось. Мы всегда мирно существовали благодаря разумной, взвешивой политике государства и церкви православной в отношении католиков и других. Моя позиция однозначно – нам делить в этом мире нечего. Католики – это часть наших людей. И мы, как мощная, крупная православная конфессия, должны уважать и поддерживать. Это тоже Божья истина. Значимым направлением деятельности церкви является воспитание подрастающего поколения, о чем мудро только сказал наш митрополит. Привлечение этого молодого поколения к участию в различных социальных проектах. В стране созданы прекрасные условия для учебы и труда. Ведется работа по поддержке талантливой молодежи. Однако перед обществом регулярно возникают новые задачи, в решении которых необходимо более активное участие церкви. Я не скажу, что государство и священнослужители мало делают здесь что-то. Но надо найти то особое деликатное место и тот деликатный подход, который в свойственном церкви в этом процессе. Здесь в этом процессе должна быть четко подчеркнута роль церкви наших священнослужителей. Она должна располагать инициативными, образованными, вскоразвитыми и нравственными кадрами. Поэтому государство оказывало и будет оказывать всемирную поддержку духовным школам Белорусской Православной Церкви в подготовке священнослужителей. Так, как и другим церквам. Другие конфессии должны взять пример с Белорусской Православной Церкви и готовить из граждан Белоруссии священнослужителей. Здесь должны служить белорусы. И люди, пускай иностранцы, но беспредельно преданные нашему народу и нашему государству. С первого дня своего президентства я провожу эту линию прежде всего в отношении католиков. И здесь у нас подвижки разительные. Очень много пришло священнослужителей белорусов в католическую церковь. Зачастую именно церковь помогает людям формировать ответственное отношение к жизни и здоровью. На человека, который самостоятельно не справляется со своими слабостями зависимости, голос священника порой оказывает большее влияние, чем разговоры с родными или усилия медиков. Церковь всегда вдохновляла зодчиков на создание архитектурных шедевров. Многие храмы в Белоруссии являются памятниками истории и культуры, и сегодня эти сооружения нуждаются в особом внимании. На протяжении многих лет государство регулярно оказывает и будет оказывать помощь, посильную помощь в их восстановлении. Вместе с тем у священнослужителей есть возможность на своем уровне обратиться к людям, не только к государству, с призывом об участии в возрождении утраченного. Тогда ценить больше будут. Эти и другие направления сотрудничества нам предстоит развивать вместе. Необходимо вовлекать всех жителей в общественную деятельность на благо страны, воспитывая в них патриотизм и подлинную гражданскую ответственность. Ваше высокопреосвященство, уважаемые архиереи, я благодарен вам за то, что вы откликнулись на мой призыв собраться и поговорить. Это очень важно для нашей страны и для наших соседей особенно, да и для всего мира время. Я думаю, что у нас есть о чем поговорить и что касается проблем внутри государственных, в том числе и церкви, прежде всего церкви на этой встрече. И думаю, что нам надо честно и откровенно обсудить те проблемы, которые сегодня существуют. Для государства также важны мнения и взгляды церкви на многие процессы современности. Я хотел бы от вас услышать ваше мнение. Поэтому давайте откровенно сегодня поговорим, чтобы наша эта встреча осталась надолго в памяти и была полезной.